всем всем здравствуйте с вами опять я татьяна кащеева и сегодня просто хочу поговорить тут недавно на меня обиделся один покупатель почему я так быстро снизила цену на наш новый сорт по аукциону он прошел раза два-три дороже чем потом я выставила его на сайте потом это кажется через два месяца ну что я вам скажу товарищ дорогие аукционом я пользуюсь очень редко по-моему за те 15 лет которые мы занимаемся селекции это всего третий раз и аукционом я пользуюсь когда просто сложно определиться с ценой на новинку человек на меня обиделся и вспомнил историю может быть слышали или кино смотрели тюльпановая лихорадка в голландии семнадцатом веке тогда цена на луковицы редких сортов тюльпанов выросла просто баснословно она равнялась до кого там она превышала годовой доход среднего ремесленника в голландии образовались целые сообщества гильдии продавцов тюльпанов цена росла росла начались махинации спекуляции и в конце концов через несколько лет этот рынок рухнул то есть рухнул конечно не рынок тюльпанов голландия так и осталась одним из ведущих производителей луковиц тюльпанов но вот этот ажиотаж и баснословные цены конечно исчезли ничего не напоминает эта история мне например напоминает биржевую игру надо успеть купить подешевле продать подороже не подумайте я вовсе не осуждаю людей которые занимаются продажей новинок по самым первым часто завышенным ценам это просто такой вид бизнеса кто успел первый тот и получил прибыль риск высок но и прибыль может быть немалой как говорится кто не рискует тот не пьет шампанского и если уж вы выбрали такой рисковый вид бизнеса то надо быть готовыми только получение прибыли но и и к неудачам жаловат станенко я вот не люблю острых ощущений не люблю рисковать своими деньгами мне больше нравится стабильность поэтому за новинками не гоняюсь редко редко покупая новые сорта это или по прямой рекомендации моих очень надежных старых знакомых или то что сама увижу и захочу-хочу-хочу просто не могу вот такие новинки я приобретаю и не в первый год их появление конечно а тогда когда уже цена станет стабильной и понятно стоит этот сорт этих денег или не стоит ну и да кто не знает тот в курсе иногда ира что-нибудь выведет на мою голову она то опыляет свое удовольствие а я потом расхлебываю мне же нужно это все продать да еще и слушать недовольные замечания почему так дорого да нет я шучу конечно чаще слушаю положительные отзывы многим наши сорта нравится кстати знаете что мне нравится нашей селекции что у нас очень мало вау сортов таких которых надо обязательно дорого продавать поясню свою мысль я бы разделила все сорта на две группы сорта как драгоценности и сорта как украшение пространства первые как произведение искусства которое рассматриваешь вблизи восхищаешься совершенством природы в общей массе они могут потеряться и не обязательно это нечто супер гипер махровое необычной формы цвета и для размера это может быть совсем простой но изумительно изящный цветок вторые же сорта хороши как соло так и большими группами но они как бы палитры красок с помощью которой вы украсите свой дом сад балкон доджи в общем все что вас окружает у нас коллекции есть конечно сорта драгоценности любим полюбоваться но больше всего я люблю сорта которые хороши как украшение украшение сада люблю высаживать их большим кашпо и наслаждаться обильным цветением все лето вот и все лекции у нас больше именно таких сортов не знаю что вам больше нравится я высказала свои предпочтения ну вот выговорилась будешь извините но мне просто обидно что погоня за дорогими новинками многие забывают о старых проверенных временем сортах они ведь ничем не хуже они надежны и тоже красивы но выбор за вами не знаю интересно ли вам мои рассуждения на около цветочной темы или может быть ограничиться только вопросами агротехники напишите в комментариях какие темы вам интересно будет обсудить вместе со мной здесь на ю тубе